Но, казалось бы, дальше победила абсолютно несвобода, начали вот эти революции, за которыми новое запрещение через некоторое время, значит, 30-е годы. И, казалось бы, ситуация с реформами вроде бы была пополчена. Ничего подобного. Даже при советском строе, в советском режиме произошло второе, по сути дела, распорщение крестьян. При Никите Сергеевичу Груще, сейчас его достаточно часто категруют и ругают, но все-таки вспомним и это обстоятельство. Вспомним, что как раз, ну, можно назвать их реформами Грущева-Косегина, но, правда, реформа Косегина не очень сильно продвинулась, но тоже были некоторые шаги. Значит, после этого крестьянство, и даже не в отличие от великих реформ и первого распрощения, оно еще двинулось в города, и вообще-то произошла урбанизация страны, и она качественно изменилась. И вот все, что мы имеем сейчас, вообще-то говоря, это последствия, можно сказать, вот этих, тоже по-своему великих реформ, как это не парадоксально выглядит. Ну, дальше последовали, как мы знаем, такие умеренные контрреформы брежнего соуслова, идеологические, так сказать, декабры, застой и так далее, и так далее. Ну, потом, наконец, радикальнейшие по меркам России реформы Горбачева и Ельцина. Ну, правда, эти реформы привели к распаду страны, и в целом, не будем об этом забывать, именно в силу, по-видимому, недоторности и тех противоречий, которые возникли и которые вызрели на протяжении многих десятилетий. Но самое главное, что вот эти артикальные реформы, особенно, которые проводились в 90-е годы, значит, я сейчас только хочу свою точку зрения, буквально, так, полминуты обозначить. Я не являюсь противником реформ, ни в коей мере, и тех, даже, которые проводились в 90-е годы. Я только хотел бы, чтобы эти реформы не приводили к новым контрреформам и к новой неспобуде, вот чтобы меня правильно понимали. Так вот, к сожалению, в 90-е годы реформаторы, которые проводили эти реформы в силу ряда обстоятельств, и объективно, и во многом субъективно, таким образом провели реформы, что потом откат и, в общем-то, неизбежный контрреформы, как их там не называют, в 2000-х годах, они стали просто неизбежными. На это я обращаю ваше внимание. То есть гораздо больше контроль в различных сферах, не только в сфере средств массоинформации, и в экономической сфере, и в бюрократии, и уже полный рассвет на улице, который наблюдался и в 90-е годы, но нет, не сравним было с тем, что было и в 2000-е годы, и так далее. То есть эта связь от реформы, которые порождают контрреформы, свобода, которая порождает, ну, скажем так, откат или иногда и даже не свободу, вот это очень серьезная вещь, на которую я бы хотел обратить ваше внимание. В прогнозах, но там подробнейшим образом описаны вот эти циклы реформ, контрреформ, со всеми деталями. Значит, еще два момента, и я буду заканчивать. Значит, у всех этих реформ и, соответственно, контрреформ, или у всех этих цифров реформ, контрреформ удивительным образом прослеживаются общие черты, общие закономерности. Каждый раз практически осуществляется, они так или иначе, святку, даже если это после 17-го года, но все равно это во многом происходит насительственным путем, без согласия, вот тут я полностью согласен с профессором Байрау, без участия большинства населения, например, крестьянства, которое хотелось бы на самом деле в 17-м году одного, а вдруг это получило в 1929-м году совершенно другое, и его никто уже не спрашивал. И вот эти контрреформы, они действительно в 1929-м году уже, так сказать, полны силе, вот они и показали, как именно проводятся контрреформы в России. К сожалению, ситуация и сейчас в России далеко не такая платосная. Тут я тоже немножко, вынужден не согласиться с выступавшими здесь, потому что большинство населения современной России отстранено от собственности, отстранено от какой-то ни было возможности защищать свои права, потому что наша судебная система, как хорошо известно, она во многом такая фибида очень странная, которая с твоими глазами, но реагирует почему-то на кошелек или на административное давление, и поэтому большинство населения не способно защищать свои права просто в принципе. Не потому что он не хочет, а потому что нет для этого никаких услуг. Ну и так далее. Поэтому, к сожалению, вот эти реформы, которые проводились в 80-90-х годах, привели логично совершенно и, к сожалению, очень печально к тому состоянию, которое мы сейчас имеем. И боюсь, что тут, так сказать, достаточно немало потрясений, просто нам просто не избежать России. Ну, я еще раз, потом все заканчу. Значит, хотел бы сказать, что здесь прослеживается еще интересная очень связь этих циклов реформы, протреформы с мировыми циклами, но имеется в виду контрактские циклы и другие. Это далеко не исключает. Когда в мире кризисы и потрясения в России начинает судорожно такое охранительство и фон реформы. Когда, скажем, западный мир развивается очень бурно и успешно, то тогда в России начинается реперальная реформа. Ну, здесь у нас очень интересная связь, но у меня нет времени на них останавливаться. Значит, выводы. Значит, выводы, на мой взгляд, должны быть следующие. У свободы должны быть прочные, надежные основания в виде, прежде всего, общих ценностей. И вот здесь опять, к сожалению, тоже печально отметить, что, хотя, да, уравняли вроде бы бывших перепостных уже советской власти, так сказать, с неперепостными и так далее, а сейчас новый раскол полномерно формируется, так сказать, в нашем обществе очень опасный, очень тяжелый. Этот раскол на уже имущественной или властной. Есть у тебя власти богатства или у тебя нет власти богатства. Без власти богатства ты никто. Если у тебя есть власть богатства, ты все. Значит, поэтому здесь общей ценности пока что тоже нету, к сожалению. Дальше. Надежное основание свободы должно быть в виде частной собственности, которая тоже для большинства повторяем, не для меньшинства, как это сейчас наблюдается в России, и в виде социального государства, правового государства и так далее. Вот тогда-то можно и несколько хотя бы сделать так, чтобы коррупция была бы не системной, а хотя бы умелена. если же всего этого нет, то мы имеем свободу, которая неизбежно и практически логически неотвратимо приводит к несвободе. Либерализм, который приводит к авторитаризму или еще может к авторитаризму, или либеральные реформы, которые, увы, через ряд этапов приводят к расслоению общества, к расколу, к конфронтации внутренней и соответственно к анеритарным контрреформам. Спасибо.